Девушки отдыхают Настоящий итальянский горгонзола Боже, у тебя даже если не настоящий, всегда вкусный Дай по нему, ты посмотри на него Давай сначала посмотрим, где можно купить его Давай А потом нюхайте, да В принципе, для этого завтрака нам подойдет любой голубой сыр Но сегодня нам повезло Смотрите, свежая горгонзола Прям из Италии, это очень круто Где-то 200 грамм возьмем Настоящая итальянская горгонзола у меня в руках Он отличается от Рокфорда Что он чуть-чуть такой кремовый Это будет очень хорошо, увидите Когда я запекаю фрукты Я всегда пользую немножко тростникового сахара Запеченную грушу будем подавать С греческим йогуртом и с медом Любой сыр хорошо сочетается с медом И, конечно, горгонзолу мы обязаны подавать только с медом Сегодня с горгонзолой нам повезло Но повезло и с грушей Вот смотрите, что я нашел Вот такие огромные груши будем запекать И это круто будет, потому что они специально для запекания Твердые и можно будет их хорошо запечь Наш необычный завтрак специально для гурманов Будем посыпать грецкими орехами Для запеченной груши осталось купить только мяту свежую Для украшения Идемте домой и будем запекать огромную гигантскую грушу Для приготовления запеченной груши с греческим йогуртом понадобится Груша Ксения Одна штука Около 500 грамм Греческий йогурт 150 грамм Хлопья кукурузные Мед 30 грамм Грецкий орех Мята Пару веточек Лимон Половина Тростниковый сахар Голубой сыр 100 грамм Тимьян Пару веточек Так, Чаба, но мяса нет в этом блюде, правильно я понимаю? Чем заменить будем? Орехами? Ну, сыром заменим Смотри, давайте попробуем, если вы уже так его... Давай, давай, очень хочется Давай, на Сначала тебе Видишь, он отличается от Рокфорда, что вот он кремовый такой Да Дольче Подожди Еще Вкусно Реально вкусно Горгонзола И, честно, очень хорошая цена, так что иногда можно себя побаловать Я тоже попробую Когда ты тратишь свои деньги, нас это не волнует Хорошо Костик, разрезай грушу Просто пополам, да? Пополам, да, вот длину Разрезал Смотри, надо ему сделать маленькую операцию Вот Так, вот эту серединку Может, мы просто уберем эти медицинские термины, но как-то полегче будет Да? Давай, сделай Давай Ммм, вкусно? Да Угу Вторую попку у меня И давай отрежем его внизу, чтобы он аккуратно у нас стоял Правильно, Маджи? Стабильно Да, это насть Вот, пожалуйста Спасибо Пробуй сенью Да? Есть? Она прекрасна Смотри, положим вот сюда Чуть-чуть брызгнем лимонным фрешем Вот так И посыпай тростниковым сахаром Все, супер Положим сверху пару веточек тимьяна Вот так Просто сверху И отправляем на 15 минут на 180 градусов Хорошо Все Бай-бай Нам надо сделать йогуртный такую, скажем так, соус Берем листики мята Половину вот этого перегружаем вот сюда Это греческий йогурт Я его часто пользую, даже вместо сметаны А мы пока наша груша запекается Поджарим грецкий орех Все Настюша пока режет мяту Груша всегда очень хорошо сочетается с голубым сыром А запеченная груша еще круче, мне кажется Ну, вот уже похолодало Зимой можно запекать не только яблоко, а грушу тоже И добавляем сюда немножко мяда Боже, это будет роскошь какая-то Да Как в Париже Класс Вот так Есть? Хорошо перемешаем Судя по запаху, уже готово Все, доставай Так И наши грецкие орехи кожи подрумянились Давай, клади ее сюда Знать эту ксюшу Вау, смотри Красиво Видишь, карамелизировался Ну что, как? На подушку йогурта, да? Да Давай вот так Две У нас две груши, правильно? Так Давай вот Потянем Вот так Оп Боже Ты художник Есть? Выкладываем на него Грушку Вот О, смотри, как красиво Класс И вторую тоже Ну, не знаю Сейчас мы, может, свежую поставим Костик, тебе надо нарезать орехи Просто накрошить, да? Накроши, да Смотри, Настюша Давай займемся с голубым сыром Брутально, как мы любим А ты отбирай Да, вот так Смотри Есть Костик, у тебя там все получается? У меня все готово уже Да? Да Красиво Горганзолу, как говорят, не будем жалеть Потому что это очень вкусный сыр Оформляем наши запеченные груши Вот так Голубой сыр Я бы не рекомендовал Есть без меда, ребята Вот так Да Давай, посыпай, Костик Прям сверху щедро Ну, как тебе хочешь Ты же будешь его есть Да Ну, и про друзей не забывай Да Вот Супер Листики кровавого шавеля Смотри Такой милый А такой кровавый Вот в ресторане Вот так украшают Господи Мы еще сюда должны добавить Красивые листики мята Сейчас сделаем Все Пусть это будет такая осень Да, пусть это будет осень Нет проблем Оно само себе украсит Красота Вот именно так я хотел Может так Ну все Все Вот смотрите Наш ресторанный французский завтрак готов Будем пробовать О, в конце Рецепт запеченной груши с греческим йогуртом Разрежьте пополам грушу Сбрызните лимонным соком Посыпьте тростниковым сахаром Отправьте в духовку запекаться при температуре 180 градусов на 15-20 минут В йогурт добавьте мелко нарезанную мяту, мед Хорошо перемешайте На тарелку положите йогуртовый соус, сверху грушу, сыр горгонзола Полейте медом Посыпьте грецкими орехами Украсьте листиками мяты Ну что, осталось попробовать? Давай Ура Ура Иди ножик Резать вам, да? Давай вот отсюда Смотри Вот так Где надо меньше, наверное? Да А нам побольше А нам побольше Хорошо Смотри О! Вот единственное, надо смотреть, когда будете покупать грушу, чтобы она была твердая Твердую грушу надо запекать Ну да, да, надо иначе вообще развалиться Да Поехали И надо с этим соусом, правильно? С соусом, обязательно Я промолчу, можно? Это такая нежность Реально Будем готовить его часто Приятного всем аппетита Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова